Иисус Христос Услышан он только что, нами апостольском зачале, святой апостол Павел умоляет христиан города Рима подвязаться за него, как их духовного наставника, в своих дерзновенных молитвах к Богу. Причем апостол просит это делать, чтобы его апостольское служение было благоприятно святым. Тем самым апостол Павел показывает нам, насколько важным является такое явление в духовной жизни человека, как молитва. И особенно молитва за тех, кто нам особо близок и дорог. Многое может молитвенное заступление близких. Никакие испытания и трудности бытия тебе не страшны, если ты окружен теплой молитвой любящих тебя и переживающих за тебя людей. Порой мы об этом мало задумываемся, но каждому из нас необходим не только собственный молитвенный подвиг, но и молитвенный труд ближних. Особенно же сильна общая молитва церкви. Церковная история знает много благодатных примеров такой помощи. Почему молитва настолько важна? Преподобный Исаак Сирин называет молитву не иначе, как причиной спасения и бессмертия души. А святитель Григорий Низкий замечает, следствие молитвы – то, что мы бываем с Богом. А кто с Богом, тот далек от его противника. Молитва – это щит, который защищает нас от врагов видимых и невидимых, дает нам силу, укрепляет в вере, восстанавливает отдел противных божественным заповедям. Но главное – молитва вселяет в нас Бога через Его благодать, а наш ум возносит к самому Богу. По словам святых отцов, молитва за ближних – это высшая стадия молитвы, а молитва за врагов – наивысшая. Так святитель Тихон Задонский отмечает, За самого себя молиться нужда и беда убеждает, а за ближнего молиться убеждает любовь. А святитель Филарет Мистерполит Московский говорит еще более решительно – «Если мы не будем молиться за ближних, нам не помогут и молиты о себе самих». В заключение сегодняшнего апостольского отрывка святой апостол Павел пишет «Бог же мира да будет со всеми вам». Двоженный Феодорит Кирский поясняет, «Павел не просто так назвал здесь Бога, Богом мира, но так как и сам нуждался в мире из-за откровенно враждующих и подозрительно настроенных в отношении Него самого и потому желает мира всем». Самая искренняя молитва – это молитва Богу о том, чтобы Господь не спасал то, что желанно нам, нашим ближним. Ведь и так называемое «золотое правило» христианства, озвученное апостолом Павлом, гласит «Не желай ближнему того, чего не желаешь себе», и, соответственно, «желай то, что желаешь себе». Мир – это одно из самых главных явлений в жизни человека. Подлинная молитва Богу человек может только тогда, когда пребывает в мире. Причем речь здесь идет не столько о мире внешнем, сколько о мире внутреннем. Господь говорит, что молитва Богу человек может только тогда, когда пребывает в мире со всеми. «Если ты принесешь дар твой жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». И потому не случайно практически все общественные богослужения православной церкви начинаются так называемой мирной теньей, в которой мы не просто молим Бога о мире, но и саму свою молитву совершаем миром или в мире. Для того, чтобы молиться Богу, для того, чтобы спасаться, не обязательно пребывать в тишине и спокойствии, не обязательно пребывать в мире внешнем. Для спасения важен внутренний мир, тот, который мы должны содержать в своей душе. Десятки и сотни тысяч мучеников спаслись во время гонений не потому, что отвечали злом на зло или насилием на насилие, но потому, что несмотря на воздвигнутые против них гонения и на то, что, казалось бы, весь мир восстал против них, они сохраняли мирность Духа. Мир был в их душе и сердце, и посредством этого мира они ощущали Бога. Помню об этом, будем стараться сохранять мир в своей душе, несмотря на то, что очень часто православие и принадлежность к единой канонической церкви становятся поводом для упреков и притеснений со стороны людей, далеких не просто от церкви, но и от любой человеческой морали вообще. Будем хранить мир в своей душе, ведь только в таком случае мы сможем приблизиться к Богу и получить надежду на участие в грядущем царстве вечного блаженства вместе со всеми святыми, угодившими Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok